Простейшие заготовки своими руками, хранение чеснока в стеклянных банках, лайфхаки и важные правила. Добавить комментарий Ваш комментарий Популярные разделы цветы розы актуальны. Зимой популярные статьи. Поиск по сайту найти, выбор чеснока для хранения в банках. Первое, что необходимо сделать для лучшей сохранности чеснока в течение года, это вовремя его выкопать. Для этого надо знать время созревания каждого отдельного сорта. Перезревший овощ более предрасположен к гниению. Еще один важный фактор – время посадки. Чеснок бывает яровой, высаживается ранней весной, и озимой, высаживается осенью. Урожай первого собирают в августе-сентябре, второго – поздней весной или в июне, в зависимости от сорта. Главный признак созревания – пожелтение нижних листьев, а также растрескивание семенной коробочки на стрелке. Лучшие сорта ярового чеснока для длительного хранения – алейский, гулливер, абрек, сочинский 56, гафурийский. Лучшие сорта озимого чеснока – алькор, герман, надежный, подмосковный, репликант. Вообще, яровые сорта намного лучше переносят длительное хранение, чем озимые. Они могут пролежать до двух лет, сохранив свою свежесть. Подготовка к хранению чеснок выкопать, оставив стебли. Они понадобятся, чтобы головка еще некоторое время получала питательные вещества. Далее очистить руками от земли и положить на грядку для просушки на 4-5 дней. Если погода дождливая, лучше овощ убрать в одновес или вообще в помещение. Если погода слишком жаркая и солнечная, то чесноку это также не понравится, возможны ожоги. Сушка в помещении длится 2-3 недели. Чешуйки начнут отслаиваться, станут более тонкими и прозрачными. Далее луковицы отрезают от стеблей и корешков с помощью ножа или секатора. Стебли подрезаются до 3-5 см, корешки – до 3 мм. Для предотвращения прорастания зубцов корешки каждой головки подпаливаются на открытом огне. Если вы собрали урожай несвоевременно, то во избежание появления гнили или плесени желательно выполнить такую процедуру – накалить 0,5 л подсолнечного масла. Добавить к нему 10 капель йода. Все перемешать. Обмакнуть чесночные головки в смесь. Просушить на солнце. С выбором чеснока и его подготовкой мы разобрались. Теперь перейдем к вопросу, как хранить чеснок в банке. Преимущества и недостатки хранения в банках. Как и у любого другого способа хранения овоща, у этого варианта есть свои плюсы и минусы. К плюсам относятся, банка – отличный барьер на пути микроорганизмов. Банки удобно хранить в помещении, продукт уложен довольно компактно, под столом, в кладовке, в холодильнике, на балконе, в любом месте. Можно использовать различные наполнители и даже создать свою собственную салатную заправку. Чеснок можно оставить неочищенным или очистить. Минусы – некоторые из вариантов хранения в банках требуют много времени для подготовки. Дополнительные затраты на наполнители – соль, мука, масло и так далее. Подготовка банок никаких сложностей на этом этапе нет, банку надо просто простерилизовать и высушить. Для этого следует взять большую кастрюлю или таз и прокипятить в ней банки. Если больших емкостей нет, то можно подержать банку над кипящей водой даже в маленькой кастрюле. Пар тоже убивает микробы. Еще один способ – стерилизация в духовке. Наверное, самый удобный. Во-первых, духовой шкаф вмещает в себя большое количество банок. Во-вторых, не нужно придумывать, чем держать банку над паром, чтоб не обжечься и не уронить. Способы хранения Есть множество вариантов хранения чеснока. Можно оставить овощ в целом виде, а можно разобрать на головке или вообще натереть. В каждом случае будут свои нюансы. Рассмотрим каждый способ подробнее. Целыми головками головку очистить от верхнего слоя шелухи и положить в банку. Наполнять ее ничем не нужно и крышкой закрывать тоже. Это самый быстрый метод, но он имеет два существенных недостатка. Целые головки оставляют много пустого неиспользованного пространства. Между зубчиками может остаться незамеченная гниль. Хранить желательно в прохладном, но сухом месте. Отдельными зубчиками этот метод схож с предыдущим, так как овощ помещается в банку без каких-либо наполнителей. Но в этом случае головка разбирается на зубчики. Очень важно внимательно осмотреть каждый на наличии гнили или плесени. Емкость хранится в сухом месте. В сухом виде головку разобрать на зубчики и очистить от шелухи. Нарезать каждый тонкими кружками. Высушить. Получатся такие своеобразные чесночные чипсы. Хранить можно как в баночках, так и в мешочках. Закрывать банки не нужно. Такие чипсы добавляют в супы и мясные блюда. Это очень удобно, а вкус и аромат отлично сохраняются. Сушеные слайсы можно измельчить любым удобным способом. Использовать как мелкую приправу, так называемую чесночную соль. Хранение в муке. В этом случае на дно банки насыпают муку слоем примерно 2 см. Затем выкладывают чеснок, сверху еще раз присыпают мукой. Так необходимо повторять выкладывать слои до горлышка. Можно использовать как целые головки, так и зубчики, только чистить их не нужно. Мука здесь служит изолятором, не дает головкам или зубцам соприкасаться друг с другом и впитывает лишнюю влагу. В соли хранение чеснока в стеклянных банках с солью – это альтернатива хранению в муке. Соль здесь также выступает в роли изолятора. Банку оставляют открытой. В соли можно также хранить и головки, и зубцы. Зубцы можно хранить и в очищенном виде. Соль обеззараживает и позволяет овощу храниться всю зиму и даже весну. В зале вместо муки и соли можно использовать древесную золу. Но в этом случае потребуется лишь пара столовых ложек. Первой ложкой присыпать чеснок, заполнив тару наполовину, второй – в конце. В растительном масле довольно изысканный метод. Очищенные и промытые зубчики чеснока сложить в банку и залить растительным маслом. При этом можно использовать как подсолнечное, так и другие масла, например, оливковое, льняное. А кто-то использует нерафинированное подсолнечное масло, все зависит от ваших личных вкусовых предпочтений. По желанию добавляют пряные сушеные травы, перец или другие специи. По мере надобности доставайте зубчики чеснока. Само масло тоже можно и даже нужно использовать. Оно приобретает пикантный вкус и аромат. Такое масло прекрасно подойдет для заправки салата. У метода есть существенный «минус» – чеснок теряет часть полезных веществ. Хранить следует в закрытой банке. Срок годности такого продукта – около 4-5 месяцев. В вине маринованный чеснок в вине относится к средиземноморской кухне. Можно залить очищенные дольки вином в банки, либо положить их в бутылку с вином, с широким горлышком. Тип вина не играет роли, тут, опять же, все зависит от вашего вкуса. Можно использовать сухое, красное или белое. Альтернативный вариант – хранение в уксусе. Но стоит учитывать, что и вкус чеснока будет совершенно другим. В протертом виде этот метод хранения больше похож на готовый соус, а не на способ сохранять чеснок как сырье. Но, тем не менее, отличный вариант. Чеснок нужно разделить на дольки, очистить от шелухи и промыть. Затем измельчить в блендере или натереть на терке. Положить полученную массу в банку и залить маслом. Содержимое перемешать до однородной консистенции. Масла в этом случае много наливать не нужно, примерно в полтора раза больше объема натертого чеснока. Подойдет любое масло. Для придания пикантности можно использовать оливковое масло и добавить сушеные прованские травы. Получится прекрасная заправка к мясным и овощным блюдам. Где хранить банки идеальное место для хранения – это холодильник или погреб. Но в холодильнике часто не хватает места, и хозяйки хранят чеснок просто в доме или на балконе. Главное – не ставить емкость на солнце, у батареи или во влажном месте. Без охлаждения сроки хранения немного снижаются. Но при этом температура не должна опускаться ниже нуля градусов, иначе чеснок замерзнет. Срок годности Срок годности чеснока напрямую зависит от способа и места его хранения. В масле он хранится около четырех месяцев. Вино и уксус добавляют к сроку годности еще около четвертых месяцев, получается больше полугода. Что касается сухого хранения, то при соблюдении всех условий чеснок сохранится до самой весны в любом наполнении – и в соли, и в муке. Советы и рекомендации Вот несколько советов, которые помогут оставаться овощу свежим в течение всей зимы. Яровой чеснок хранят при 16-20 градусах и влажности 50-70%, а зимой при 2-4 градусах и влажности 70-80%. Поврежденные зубчики используют сразу, не оставляя на зиму, чеснок. Желательно хранить отдельно от других овощей. Заключение В какой бы таре и с каким бы наполнением вы не хранили овощ, время от времени его необходимо осматривать на появление потемнений. Если обнаружите их, уберите испорченную головку или зубчик, чтобы остальные не заразились. Лучше в самом начале не жалейте не оставлять на хранение дольки, которые вызывают у вас сомнения. Лучше съесть их сразу, чем потом перебирать всю банку и потерять часть урожая. Приведенные в статье способы и приемы помогут продлить срок хранения чеснока, а также внесут разнообразие в ваше меню с применением этого полезного и ценного продукта. Обработка и хранение чеснока в банках. Watch this video on YouTube